Память о героям В Рязани прошел военно-исторический фестиваль Реконструкция дороги войны Посвященный 70-летию Победы Борьба с терроризмом В городе прошли антитеррористические учения Роды на дороге Автополицейские в очередной раз Побывали в роли акушеров Начнем с официальных заявлений Вице-губернатор Рязанской области Сергей Филимонов провел заседание Рабочей группы по созданию в регионе Достопримечательного места Есенинская Русь Открывая заседание рабочей группы Вице-губернатора отметил Что в соответствии с приказом Государственной инспекции по охране объектов Культурного наследия Рязанской области Был утвержден предмет охраны Объекта культурного наследия Федерального значения Есенинская Русь Место, связанное с жизнью и творчеством Поэта Есенина В Рязанской области уже приступили Ко второму этапу работы По созданию достопримечательного места Есенинская Русь Площадь этого объекта немаленькая Каждое действие требует серьезного И ответственного подхода 17 сентября текущего года Приказом министра культуры Российской Федерации Объект культурного наследия Федерального значения Есенинская Русь Место, связанное с жизнью и творчеством Поэта Сергея Есенина Внесен в единый государственный реестр Объект культурного наследия Более того, этот приказ 24 сентября Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации А сейчас будет решаться еще один важный вопрос На территории этого достопримечательного места Находится 42 населенных пункта И нужно определить, как им вести Хозяйственную деятельность Как отметил Сергей Филимонов Решить проблемы проживающих тут людей непросто Но кропотливая работа Поможет принять правильные решения У нас наступает Самый ответственный период нашей работы Это режим использования земель И градостроительные регламенты Мы с вами обсуждаем уже эти документы Нам предстоит всем познакомиться С этими документами Высказать свое мнение Я предлагаю построить работу Точно таким же образом, как она у нас строилась Познакомиться в инспекции Где будут находиться эти документы Познакомиться, ну, наверное, в индивидуальном плане Для того, чтобы вы могли И временем Время свое построить правильно И какие-то детали для себя Отметить Для того, чтобы Затем мы с вами на рабочей группе Еще раз Пообсуждали те вопросы Которые у вас возникнут Более того, я думаю, что Будет правильно И предлагаю такое же обсуждение провести С главами сельских поселений Рыбновского и Рязанского районов С администрацией Рыбновского района Обсудить все эти вопросы Обсуждения продолжаются И предложения, как решить те или иные задачи Становятся все более конструктивными В субботу в Рязани прошел Военно-исторический фестиваль Реконструкция Дороги войны Посвященный 70-летию победы В Великой Отечественной войне В реконструкции приняли участие Поисковики рязанских отрядов долг Студенты университетов и академии Отряд верность Центра звезда Члены баскетбольного клуба Рязани Конечно, представители СМИ В том числе и наша съемочная группа В субботу 10 октября состоялась Военно-историческая реконструкция Дороги войны Гости увидели сражение местного значения В хуторе Любимовка близ Запорожья В период начала форсирования Днепра Которое произошло 10 октября 1943 года Здесь мы будем выступать как красноармейцы И показываем одну частичку Второй мировой Какая она была разрушительная Как казнили мирных жителей Как было тяжело красноармейцам Занимать позиции или же отвоевывать Так же, как было тяжело простым жителям Как было сложно жить в это время И как мы благодарны тем, кто сделал для нас эту победу Пионеры, устроившие концерт для раненых солдат Внезапные выстрелы Нападение немцев на хутор Расправы над местными жителями И освобождение Любимовки советскими солдатами Радость победы Все это зрители увидели и прочувствовали на себе За 30 минут сражения Это очень важно, потому что сейчас это стало Настолько далеко от всех Мы не понимаем то, что было тогда И хотя бы немножко мы окунулись и поняли Что да, это действительно было страшно Это действительно было очень жестоко И мы видели, как ребята показывали, как убивали И жутко, очень жутко И хотя бы мы немножко с этим Как бы, ну, увидев все это, поняли То, что да Не зря живем и не зря мирное небо над нами И надо это хранить После гостя фотографировали С участниками реконструкции С техникой, оружием Пробовали настоящую горячую полевую кашу Кроме того, на память можно было получить Юбилейные монеты, посвященные 70-летию Победы К другим новостям В управлении Рязанского троллейбуса Прошли антитеррористические учения В ходе инструкторско-методических занятий Были отработаны действия водителей кондуктора При обнаружении в салоне троллейбуса Подозрительного бесхозного предмета Согласно инструкции, кондуктор Обнаружив в салоне транспортного средства Неизвестный предмет сообщает о находке водителю Далее водитель останавливает транспортные средства В малолюдном месте и эвакуирует пассажиров В это время кондуктор докладывает о находке Старшему диспетчеру Для дальнейшего оповещения соответствующих служб города После оповещения к месту остановки транспортного средства Для выявления характера предмета Выезжают специалисты Во-первых, это некий такой экзамен для экипажа А во-вторых, это учение плановое Оно проводится ежегодно в разных депо Соответственно, то, что сейчас происходит У нас и в обычной жизни происходит Вот недалее, как, наверное, летом Мы экстренно вызывали все службы Потому что в салоне была обнаружена ручная кладь бесхозная Соответственно, водитель с кондуктором Согласно своим инструкциям Отреагировали И все по тревоге уже были подняты Во время проведения учения И своевременно прибыли к месту Учение «Пожарный расчет» Представители УФСБ России Паризанской области У МВД России Паризанской области И МКУ Управления по делам ГО и ЧС города Рязани По результатам проведения тренировки Действия водителей, кондукторов и диспетчеров УРТ Были признаны грамотными и слаженными Учения, организованные в целях реализации мероприятий По совершенствованию антитеррористической защищенности транспорта И транспортной инфраструктуры Были проведены на территориях всех трех депо МУП УРТ 9 октября инспекторы ГИБДД оказали экстренную помощь Роженице и младенцу, родившемуся в машине На подъезде к посту ДПС У поселка Редкино на въезде в город Беременная жительница Ряжская ехала в машине За рулем которой был ее супруг В Рязань на медицинское обследование Перед постом ДПС Женщина неожиданно почувствовала схватки Полицейские оказались у Роженицы Буквально через пару секунд после родов Подробности узнаете из сюжета Олеси Харлиной В тот день инспектор отдельного батальона ДПС Дмитрий Усенков вместе с напарником Заступил на дежурство В это время из Ряжска на собственном автомобиле Ехала самая обычная семья Со дня на день ожидающая пополнения Никто из участников этой истории И не думал, что именно малыш породнит Абсолютно разных людей На подъезде к посту ДПС у поселка Редкино Молодая супруга почувствовала схватки Будущий папа не растерялся И обратился к лейтенанту полиции Я к ней залез, она уже в принципе Ребенок у нее уже родился Я его приподнял к ней на руки Нашли теплую воду Обмыли ребенка Из носа ему все выкрунули, чтобы он дышал И все, пуповину мы не перерезали Через несколько минут Не на шутку перепугавший Родителей мальчик заснул В перинатальный центр малыша вместе с мамой Доставили с полицейским эскортом Больше всех в этой ситуации Пожалуй, нервничал папа Ну, конечно, он там весь на нервах Он тут искурил полпачки сигарет Пока бегал вокруг машины Его бедолагу разделили всего по поясу Потому что надо было ее чем-то вытирать Вот с него майку, футболку все сняли Под нее подложили, чтобы все не вытекало В автомобиль По словам очевидцев, Дмитрий Усенков Действовал так, будто каждый день принимает роды Хотя в его практике это первый случай Интересно, знает ли он, что полтора года назад На посту Дягилевский и его коллеги тоже помогли родиться мальчику Если верить приметам, то свою профессию малыши уже выбрали Стоит напомнить, что это уже не первый подобный случай В практике сотрудников автоинспекции Последний раз автополицейские, правда в другом составе Принимали роды на Дягилевском посту Что ж, случайности не случайны Ну а Марина Комиссарова сегодня побывала в перинатальном центре Откуда выписали счастливую маму К такой выписке не привыкли даже здесь, в перинатальном центре Патрульные автомобили, инспекторы ГИБДД с букетами цветов Выстроились у порога и ожидали обыкновенную жительницу Рязанской области Марию и ее новорожденного сына Именно этот малыш появился на свет в пятницу 9 октября На посту ДПС около Редкина Спасибо большое сотрудникам госавтоинспекции за помощь оказанную Спасибо большое Да, все было оперативно На гняжах, да? Хорошо все ребята подкованы Помогли нам Случай, хотя и беспрецедентный, но не первый в Рязанской области Поэтому сотрудники ГИБДД легко сориентировались в ситуации И оказали необходимую помощь В Рязани у нас уже третий случай Рождения ребенка на посту Ну, когда к инспекторам обросились за помощью Они не растерялись, приняли решение Благодаря которому и ребенок, и мать здоровы Ну и каждый такой случай мы стараемся отметить Встречаемся с родителями Вполне возможно, инспектор, принявший роды Станет крестным отцом новорожденного ребенка Но вернемся к новостям от рязанских автополицейских В субботу в Рыбновском районе Произошла страшная авария По предварительной информации Одной из причин трагического ДТП Могла стать тонировка стекол Одного из столкнувшихся автомобилей Минувшие выходные, к сожалению, не обошлись Бездорожно-транспортных происшествий 11 октября в Скопинском районе В результате столкновения легкового автомобиля Форд Фокус с МАЗом погибли две женщины 25-летний водитель, житель города Рязани Управляя автомобилем Форд Фокус И двигаясь со стороны рабочего поселка Кораблино В сторону Скопина Пересекал проезжую часть С трассой федерального значения И не убедился в безопасности своего маневра Стал осуществлять выезд Со второстепенной дороги В результате произошло столкновение С двигавшимся по главной дороге Грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом Из Пензенской области Удар пришелся в правую боковую часть легкового автомобиля На заднем пассажирском сидении Форда Находилось две женщины Мама и бабушка водителя В результате дорожно-транспортного происшествия Они получили смертельные травмы И скончались на месте происшествия До приезда скорой медицинской помощи В тот же день произошло еще одно трагическое ДТП Авария произошла из-за того, что автомобиль 2114 За рулем которого находился 20-летний житель Рязани Выехал навстречу, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ-Шанс Которым управляла 29-летняя женщина В результате ДТП погибли оба водителя Сотрудники госавтоинспекции отмечают Что на автомобиле ВАЗ На передних боковых и лобовом стекле Была нанесена пленка темного цвета Ранее водитель 9 раз был привлечен К ответственности за нанесение тонировки Беспричинные грусти и уныния С наступлением осени Посещает большинство россиян А некоторые граждане по-настоящему Впадают в осеннюю депрессию В самом деле, ведь и отпуск, и дачный сезон Все прелести лета остались позади А в ближайшее время в перспективе Лишь слякоти долгая темная холодная зима Как справиться с этим состоянием души и тела Узнавала Алена Куколева Стараемся настраивать себя, конечно На позитивные мысли Свежий воздух, ходим гуляем Она замечательная Чтобы не было депрессии Хандры Побольше виновет витаминов, спорта Ну и позитивных эмоций У меня в спортзал питание хорошее Настроение, конечно Ем сладкое Витаминки, апельсинчики Вот, все, в принципе Помогает? Да Я слушаю музыку Музыка очень помогает Помогу посмотреть грустный фильм Это знаете, как минус на минус дает плюс Поэтому грусть на грусть дает веселье Серьезно Колбасу ем В большом количестве Прям Только резать успеваю Как правило, осенью снижается работоспособность Так и должно быть Ввиду того времени, как появилось электричество Люди жили в соответствии с ритмами солнца С восходом солнца вставали А с заходом ложились спать А сейчас солнце зашло А мы продолжаем работать Если изменить ритм работы не получается Придется взбадривать самого себя Для того, чтобы справиться с депрессией самостоятельно Существуют различные природные стимуляторы Например, согревающий чай Для кого не секрет, что имбирь Бодрит организм, поднимает настроение В общем, тонизирует всячески Для этого нам понадобится Имбирь, соответственно Такой порезанной слайдикой Потребуется нам мед Так как это богатый источник глюкозы И, соответственно, за глюкозой все эти микроэлементы будут быстро вступать в организм Также потребуется цитрусовый Для аромата Ну, добавим туда черный чай Именно осенью организм человека перестраивается Если летом мы спокойно утоляли голод легкой пищи То теперь хочется съесть что-то потяжелее и пожирнее Поскольку организму требуется тепло А значит и дополнительные калории Поэтому лучше забыть о диетах И есть то, что хочется Но в разумных количествах Хондра и депрессия Это состояние нашей нервной системы Поэтому привести нервную систему в порядок Это значит дать ей хорошее количество кислорода Дать ей хорошее питание Поскольку мозг преимущественно В качестве энергетического субстрата Использует глюкозу То есть здесь подойдут и сладкая И углеводная пища Вот Обязательно Чтобы это было с утра Потому что То, что вы позавтракали В течение дня Будет использоваться нервной системой В качестве питания И тогда эмоциональные Интеллектуальные нагрузки на работе Будут переноситься легче Нередко для борьбы с осенней депрессией Многие употребляют крепкий чай или кофе Действительно Эти напитки бодрят Главное не злоупотреблять ими И знать меру Чай и кофе могут заменить Контрастный душ, гимнастика, быстрая ходьба На свежем воздухе Вообще Стоит себя убедить в том Что осень при всех ее недостатках Прекрасное время года Просто надо уметь им наслаждаться Это все события О которых мы сегодня хотели вам рассказать Смотрите далее программу подробностей Ну а программа День города прощается С вами до завтра Всего доброго Уважаемые жители города Рязанская городская муниципальная Энергосботовая компания Напоминает о необходимости Своевременной оплаты электроэнергии В том числе Предоставленной на общедомовые нужды Телефон для справок 40 20 40 40 20 40 Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok